Начало переговора во вступлении в Европейский Союз в этом году и полноправное членство в ЕС через два года. Такие сроки обозначили украинские власти на историческом саммите Украины-ЕС, который прошел в конце прошлой недели в Киеве. Об ожиданиях Киева и Брюсселя, новом пакете антироссийских санкций, о котором говорилось на саммите и трибунале по военным преступлениям России, поговорим с депутатом Европарламента от немецкой партии «Союз-90 зеленый» Сергеем Логодинским. Здравствуйте, господин Логодинский. Добрый день. Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Итак, мы знаем, что вы внимательно следили за ходом саммита, за заявлениями, сделанными по его итогам. Киев рассчитывает на вступление в течение двух лет. Шарль Мишель считает, что это не невозможно. И Урсула фон дер Лянь сказала, что временных рамок нет. Как считаете вы, два года реальный срок с учетом того, что война продолжается? Я думаю, что здесь не только вопрос о военных действиях, вопрос вообще о реформах. О реформах с обеих сторон. Очень многие в ЕС вообще против расширения Евросоюза, если не будет сделано выводов, касаемых именно модели, например, принятия решений в Евросоюзе. Очень многие говорят, что нам нужно оставить модель единогласных решений и перейти к решениям большинством голосов, для того, чтобы эти решения принимались быстрее. Это в том числе и после начала военных действий стало понятно, что нам нужна более гибкая модель принятия решений. Ну вот это один из примеров, почему многие вообще считают, что надо сначала углубиться, прежде чем расширяться. Ну, а что касается реформ с украинской стороны, то у нас, естественно, есть вопросы и по ситуации с борьбой с коррупцией. Мы видим, что здесь сделан прогресс, в том числе и этим правительством. Но есть, например, реформа сельского хозяйства. Это была бы одна из самых крупных держав с сельскохозяйственным сектором. И здесь реформы должны быть тоже очень глубокие, не говоря уже о промышленности, которую придется просто восстанавливать и перестраивать. То есть я не верю, скажу честно, в такие оптимистические прогнозы насчет двух лет. Я думаю, что пять лет было бы более реалистично. Я хочу тут остановиться поподробнее. По вашим оценкам, на какой стадии находится Украина в выполнении рекомендаций ЕС? Что бы вы отметили из того, чего Киев уже добился? Ну, как мы видим, те попытки действительно и реально разобраться с коррупцией, это наиболее видимая часть того, что надо отметить. Мы видим, как и по отношению к олигархам, по отношению к коррупционным схемам внутри министерств применяется более явная, более, так сказать, понятная, отрицательная реакция. Децентрализация – это тоже то, на что указывают очень многие коллеги, как положительный пример того, что происходит или происходило в Украине. Ну и, естественно, вообще геостратегическая мощь Украины, которую вот эта война, да, интересным образом, наверное, против воли путинского режима привнесла, то есть, с точки мнения очень многих, Украина была бы большим эссетом для нас, в том числе и в военной области. Ну вот, это такие вот некоторые причины, некоторые агрументы для того, чтобы действительно посмотреть на Украину как на плюс, а не минус в данной ситуации. Господин Лагодинский, насколько сильно война мешает Украине проводить реформы? Ну, вы знаете, я не эксперт и не специалист по внутренней ситуации в Украине, я больше смотрю на это как европейский политик, работающий по многим направлениям, в том числе и по отношению к Украине, и по отношению к ситуации, исходя из войны. Естественно, мы не можем ожидать, что государство, на которое напали вот так вероломно, и над гражданами, которым издеваются и убивают, будет сейчас проявлять 100% или 150% реяность по отношению к реформам. В данном случае я абсолютно понимаю украинских коллег и друзей, которые говорят, ну, а как же вы требуете от нас вот таких реформ, если мы находимся в такой военной ситуации? Но мне кажется, что здесь надо понять обе стороны. Главное здесь это решение, которое, в принципе, очень многие другие страны хотели бы получить, что Украина является кандидатом, что это кандидатство и этот процесс необратим, и что цель этого процесса понятна всем, и что мы все ее разделяем. Это членство Украины в Евросоюзе. Очень многие, такие как Турция, которой я, например, тоже занимаюсь, с 60-х годов ждут подвижек в этом направлении. И здесь, мне кажется, Украина действительно большими шагами идет к членству. Молдова получила статус кандидата на вступление вместе с Украиной. Но дальше, по мнению экспертов, темпы евроинтеграции наших стран будут разными. Вы с этим согласны? Я не уверен, что темпы интеграции будут разными. Что касается Молдовы, потому что, в принципе, давайте не забывать, во-первых, Молдова меньше, страна Молдова, исходя из этого, с более гибкой экономикой. И поэтому я не уверен, что не будет такой связки между Украиной и Молдовой. Я, с моей точки зрения, считаю, что Молдова должна идти в связке с Украиной. Тем более, что геостратегически это тоже было бы важно для всех. Европейское политическое сообщество, созданное по инициативе президента Франции. Следующий саммит пройдет в Кишиневе. Чего может ждать Молдова от этой встречи? Ну, опять же, мы здесь видим, что это такая вот проевропейская семья, которую мы пытаемся выстроить, как бы вот такой вестибюль перед членством в Европейском Союзе. Я думаю, что здесь мы будем просто рассчитывать, какие следующие шаги в плане членства мы могли бы обсудить с Молдовой, например, и Украиной. Вернемся к саммиту в Киеве, точнее, к десятому пакету антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии объявила на саммите, что объем этого пакета 10 миллиардов евро, и что он будет сконцентрирован на закрытии лазеек, через которые Россия обходит предыдущие санкции. Как, по-вашему, у ЕС еще есть поле для маневров, для расширения санкций, или для того, чтобы сделать их более эффективными? Я считаю, что сделать санкции более эффективными должно стать приоритетом. То есть, опять же, и здесь тоже не расширение, а углубление. Ибо те санкции, которые мы уже приняли, к сожалению, слишком много лазеек, в которых участвует и Китай, как вы знаете, по информации многих СМИ. И Турция, к ней тоже много вопросов. То есть, закрытие этих лазеек, мне кажется, должно стать приоритетом. Иначе эти санкции просто не работают так, как мы хотим. К слову, об обходе санкций международная пресса пишет, что Москва и Тегеран планируют строить в России завод по производству боевых дронов. ЕС может этому помешать? К сожалению, очень трудно помешать, когда такие страны решаются на союзничество. Я думаю, что ЕС может продолжать и увеличивать санкции по отношению к Ирану. Здесь у нас тоже очень много вопросов. А, кстати говоря, что касается лазеек тоже. Увеличение санкций по отношению к Ирану, особенно что касается технологий, было бы правильным ответом. Господин Лагоденский, вы были одним из инициаторов резолюции Европарламента о создании специального трибунала по преступлениям России против Украины. В документе говорится о необходимости привлечь к ответственности лично Путина и Лукашенко. Это возможно? Ведь юридических механизмов для этого, насколько мы понимаем, пока нет. Понимаете, мы берем здесь разбег. Разбег на годы и десятилетия. Если мы сейчас не начнем этим заниматься, то тогда, когда вдруг появится такая возможность, мы эту возможность не сможем использовать. Мы знаем по опыту и югославских трибуналов, и Фиорре Леона, что при создании этих моделей было еще неизвестно, чем закончатся эти процессы. Мне кажется, что здесь важны сигналы. Эта война искалечила мировой правопорядок, в который мы бы хотели вернуться. Мы бы хотели таким образом еще раз подчеркнуть, что преступления против человечности, преступления агрессивной войны в данном случае, они остаются преступлениями, независимо от того, кто их принимает, и что всегда есть шанс каким-то образом на это отреагировать. Вот мировое сообщество должно реагировать. Поясните, пожалуйста, как может выстраиваться создание этого трибунала? Первый шаг – это создание международной специальной прокуратуры. Верно? Что дальше? И когда трибунал может заработать? Самое интересное. Опять же, мы делаем такую вот дорожную карту. Первый шаг комиссии, Еврокомиссия, действительно начинает прокуратура такая, исследовательский, расследовательский механизм в ГААГе, который будет собирать факты и свидетельства. Следующим шагом нам надо определиться вообще, какой формы трибунал мы бы хотели иметь. Есть, по крайней мере, две возможности, или гибридный трибунал, основанный на украинском праве с международными судьями. Для этого нужно сделать некоторые реформы в Украине тоже, например, отреформировать конституционное право. Это будет тоже нелегко. Или мы идем по пути международного договора. И здесь важна легитимация. Обычно эта легитимация пошла бы от имени Совбеза ООН, в котором, однако, сидит Российская Федерация, естественно, там ничего не будет. В таком случае мы бы хотели попробовать идти через Генеральную Ассамблею ООН, то есть там, где сидят все страны мира, и попытаться там получить большинство. Вот если там будет большинство, то легитимация будет. Если большинства там не будет, тогда будет действительно сложно. Но над этим большинством надо работать. Все говорят о том, что ЕС готовит новые наступления. Как вы считаете, Россия готовит новые наступления на Украину. Как вы считаете, готов ли ЕС к дальнейшей эскалации конфликта? И что может предпринять ЕС? Мне кажется, что в данном случае сейчас у нас не остается никакого другого, других возможностей, кроме как поддерживать Украину вооружениями и финансово. Я не вижу других способов каким-то образом привести дело к положительному финалу. Если Российская Федерация сейчас начнет новое наступление, то надо поддержать Украину хотя бы до того момента, как будет возможность поставки, действительно реальной поставки танков, хотя бы поддержать Украину для того, чтобы она могла держать линию фронта, а наступление уже делать с новыми танками на своей территории. Вот это то, что, мне кажется, программа минимума и максимума того, что европейский сейчас может делать. И это было бы уже довольно хорошо. Проблема в том, что Европейский Союз и Германия, с моей точки зрения, очнулись поздно. Надо было раньше готовить танки, надо было раньше готовить эти поставки. А вот сейчас, в нужный момент, их, к сожалению, еще, видимо, не будет. Ну, будем стараться ускорить эти процессы. Как вы считаете, что ждет Россию после войны? Это будет зависеть от того, какой Россия выйдет из этой войны. Будут ли действительно глубинные перемены в обществе, а не только в правительстве Российской Федерации. К сожалению, мы не можем говорить о какой-то немецкой модели, которую мы видели после Второй мировой войны, поскольку я не вижу, чтобы была возможность какой-то оккупации или контроля российского общества. Значит, здесь должны быть другие процессы, внутренние процессы Российской Федерации. Ну, может быть, вот проигранная война могла бы стать каким-то первым камешком домино в этом процессе. Я думаю, что будет все зависеть от того, насколько Путин и его система выживет от победы Украины. Господин Лагодинский, огромное, огромное спасибо за интервью. Надеюсь, до встречи. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего хорошего из Брюсселя. Субтитры сделал DimaTorzok